Сегодня ночью в Усть-Куте в пожаре погибли 4 человека. Люди находились на квартирном доме. Причины возгорания устанавливаются. А вот Черемхова уже устраняет последствия другого ЧП. В городе сгорели 24 дома. С погорельцами сегодня встретилась Юлия Поспеева. Спасти то, что осталось. Андрей уже второй раз за эту весну строит забор на усадьбе своих родителей. Изгородь, которая была здесь раньше, сгорела вместе с домом, баней и гаражом. Все, что сейчас есть на участке, защищают от мародеров. Ходит много добрых людей, которые хотят что-нибудь утащить. Взяли родители пока что к себе, чтобы не скитались по всяким гостиницам, туда-сюда. Дом будет лучше. Дом хотя бы временный. Сейчас ищут 24 семьи по количеству сгоревших домов. Ранее была информация, что огнем уничтожено 18 строений. Всего же без крыши над головой остались 86 человек. 28 из них несовершеннолетние. У Светланы 6 детей и муж инвалид. На дом, которого уже нет, семья брала ипотеку. Выплатили ее несколько месяцев назад. В этом году мы взяли троих приемных детей, потому что жилплощадь у нас позволяла. Хотели других детей также воспитать. Буквально 8 апреля мы взяли детей и думали, что будем жить и радоваться, но нет. На помощь в решении жилищного опроса погорельцы надеются на областные власти, потому что в резервном фоде местной администрации на подобные ЧП заложено всего 500 тысяч рублей. Ну вообще рассчитываем на губернатор, тем более он наш земляк, может и чем-то и поможет. Губернатор уже дал указание подсчитать общий ущерб и установить точную причину пожара. Сейчас основная версия – замыкание электропроводки. Пока материальную помощь погорельцы не получили. И где будут их новые дома, еще не знают. Сейчас им предложили переехать в местное студенческое общежитие. Согласились только три семьи. Остальные разместились у родственников. Помогать людям готовы все и, можно сказать, всем миром. Сюда в отделение соцзащиты вещи для погорельцев приносятся вчерашнего вечера. Одежду, продукты, посуду несут неравнодушные люди и общественные организации. И на сегодняшний день здесь уже около полтонны одежды, все измеряется в килограммах, и 200 килограмм продуктов. Мы знаем количество состав семей, мы знаем их размеры. Мы уже выяснили, что им необходимо, какие детские вещи, взрослые, мужская, женская одежда. У нас уже это все отсортировано. Вещи есть новые, но в основном БУ. Но здесь рады любой гуманитарной помощи. Работать отделение соцзащиты будет без выходных. Помочь пострадавшим можно и финансово. Только за сегодня собрано около 300 тысяч рублей. В ближайшее время их передадут погорельцам. Для Поспива Андрей Назаров. Новости по будням.